Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале YouCanAll. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами конкретно практическим способом, как можно восстановить свое обоняние, которое было потеряно или частично потеряно по роду разных причин. Возможно, это была какая-то травма мозга даже, или, возможно, какой-то вы перенесли вирус, да? После этого вы потеряли обоняние полностью или частично, и я расскажу, как можно улучшить, конкретно улучшить ваше обоняние. И этот способ я проверил на себе, потому что сам лично столкнулся с этой проблемой, и я просто обязан с вами этим способом поделиться. Убедись, что ты поставил лайк или дизлайк этому видео, ну а мы продолжаем. А на СМИ, друзья, что это такое? Это полная или частичная потеря обоняния? Например, вы можете потерять обоняние полностью или частично, если вы перенесли какое-то вирусное заболевание. То есть оно может быть вызвано тем, что просто повредила слизистая оболочка вашего носа, и вы на одну-две недели потеряли обоняние, да? Оно обычно восстанавливается полностью и очень быстро. Но может быть другой сценарий. Например, после какого-то вируса, опять же, не будем называть какого, да? Я думаю, все понимаете какого, потому что на Ютубе нельзя произносить конкретно этот вирус. Вот, но в целом это может быть от разного вируса происходить, поэтому информация довольно такая применимая к разным ситуациям. То есть после вируса вы можете потерять обоняние, допустим, на несколько месяцев. А может и три месяца, а может даже год. Так же самое, а на СМИ может случиться в результате, например, просто какой-то травмы. Например, травмы головы, да? Это ситуация, когда повреждается нервное окончание. То есть конкретно из-за повреждения мозга и нервов может происходить то, что вы перестанете чувствовать обоняние. Или могут пропадать любые чувства в вашем теле. Друзья, я промониторил кучу исследований на английском языке на эту тему. Очень много информации, потому что сам лично с этим столкнулся. Уже на протяжении трех месяцев, примерно трех месяцев, у меня практически нет обоняния. То есть очень-очень плохое. И становилось только хуже. То есть прошло, допустим, сначала два месяца, вроде бы становилось лучше, но потом ближе к трём месяцам, как все говорили в мире, что три месяца нужно, чтобы его восстановить, обоняние стало ещё хуже. Практически полностью. То есть я не слышу, например, запах кофе, я не слышал запах чеснока, лука. Очень много запаха, который я абсолютно не слышу. И почему-то именно в основном натуральные запахи. То есть какой-то химический запах я нормально слышу. То есть, например, это может быть освежитель воздуха в туалете, где-то в общественном месте, или какой-то парфюм. Такое я могу слышать. То есть это не полностью потеря обоняния, но практически полностью. А некоторые запахи отсутствуют полностью. Так как запах чеснока, я думаю, вы все знаете, что это очень сильный запах. Вот, я промониторил очень много исследований, и они все говорят, что обычно там от 3 до 6 месяцев. Сейчас уже начали говорить, что уже от 6 до 12 месяцев может занять восстановление обоняния. И когда я понял, что к 3 месяцам ничего лучше не становится, а я ничего не делал с ним, я просто ничего не делал. Я ждал, что оно само вернётся. Я всё-таки решил действовать, да, а не сидеть, ждать, пока же вернётся моё обоняние. Друзья, я понимаю очень хорошо вас, если вы столкнулись с этой причиной, с этой проблемой, да, что без обоняния, ну, на самом деле, да, еда совсем не того вкуса, который она была раньше. То есть я очень плохо слышу запах специй, это какой-то исковерканный запах. Иногда или ты вообще его не слышишь, или он какой-то искажённый. То есть я даже проверял, там, запах газа, например, это искажённый запах газа может быть. Или вообще вы не можете не слышать. То есть это как минимум, это небезопасно. Что я сделал, например, я и вам советую, если у вас до сих пор такая проблема есть, то для начала просто попробуйте узнать, как вы на самом деле сейчас слышите запах газа. Если у вас есть дома плита газовая, просто нужно, чтобы кто-то был в помещении обязательно, просто понюхайте, как сейчас запах газа, какой он вообще для вас. Чтобы вы понимали, допустим, если вдруг какая-то утечка в вашей квартире. То есть ваши запахи искажённые или практически отсутствуют. Есть два объяснения того, что у людей сейчас очень долго нет обоняния, да. То есть первое, это то, что из-за каких-то воспалений в организме, скрытых воспалений, или из-за того, что там вирус ещё сидит, так как доказано, что определённый вирус, который сейчас в мире, он может сидеть в организме и до 100 дней. То есть находили у людей даже через 100 дней этот вирус, понимаете? Он находится в организме очень глубоко, там в тканях. Вы не заразны ни для кого абсолютно, но вирус может находиться у вас. И как будто бы из-за этого у вас нет обоняния. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что из-за этого состояния есть повреждение нервной системы. То есть конкретно повреждение нервной проводимости и мозг просто не может нормально считывать запахи. Я взял за основу эту теорию и начал пробовать бить в этом направлении. То есть я начал делать конкретные действия и вам расскажу, что именно я делаю. Так как сейчас мозг, отдел мозга, который сейчас отвечает за обоняние, он как будто бы в спячке, потому что произошло что-то, после чего он перестал нормально воспринимать. Это или травма, или воздействие определённого вируса, повреждение клеток нервных. То есть после этого ваш мозг, если вы не пользуетесь нормально этой функцией, то она атрофируется ещё хуже становится. Что я пытаюсь до вас донести? Обычно, когда человек чем-то не пользуется, оно атрофируется. То есть организм, как будто бы ему это не нужно. И он ещё хуже, он притупляет эти ощущения. Поэтому я взял за основу и до меня дошло, что нужно заниматься этим, потому что ещё будет хуже становиться, а не лучше. Что я сделал? Чтобы тренировать эту часть мозга, эту память, свою память про запахи, которые у меня были, так как я же помню, как запах чеснока должен выглядеть, как запах лимона, мандарина, апельсина, что мне недоступно вообще полностью, то я начал тренировать эту часть мозга. Что я сделал? Я пошёл купил эфирные масла в аптеке определённого типа эфирные масла. Конкретные, которые я расскажу вам в этом видео, которые я использую. И каждый день, 2-3 раза в день я использую методику свою личную, которую я разработал для себя. На мне это работает. Я расскажу, как я делаю. Я дышу вот этими эфирными маслами. То есть конкретно сильный запах, определённого запаха я дышу. И я как будто вспоминаю эти запахи. Я пытаюсь вспомнить очень сосредоточенно, как этот запах должен выглядеть. И постепенно, друзья, уже 3-4 недели я пользуюсь этой методикой, постепенно я начал слышать как минимум эти эфирные масла, потому что некоторые я вообще не слышал. То есть, например, я брал и вообще не слышал запах, например, сосны. То есть я абсолютно не слышу запах, вот Новый год был, запах ёлки, сосны. Для меня это недоступно. Я когда дышал этим запахом, то я начинал постепенно слышать этот запах. Буквально через неделю. То есть и поначалу вообще не было, а потом постепенно-постепенно лучше. То есть как минимум те все запахи, которые я сейчас использую для тренировки эфирного масла, теперь я их все слышу. А до начала или вообще не слышал, или очень-очень слабо. То есть таким образом вы тренируете эту часть мозга. Смотрите, я покажу на конкретном примере, как я делаю. Это не реклама, а рома каких-то там средств. У меня на канале нет вообще практически никакой рекламы. Что я делаю? То есть я в спокойной обстановке. Я беру такую баночку с ромомаслами, откручиваю ее. И закрываю глаза. Закрываю глаза и подвожу как можно ближе к носу, но не сам в нос. То есть чуть-чуть как будто со стороны. Я закрываю глаза. Я полностью выдыхаю. То есть чтобы воздуха не было. И держу сначала немного носа над банкой, над этой, не вдыхая. Просто держу, не вдыхая. И после этого я просто с закрытыми глазами делаю вдох. И когда я делаю этот вдох, я вспоминаю этот запах. То есть я думаю о нем, как он должен выглядеть. Как вообще, свои какие-то воспоминания просто из прошлого. Какой это запах, на что он похож, да? И постепенно, постепенно, шаг за шагом каждый день становилось реально лучше. Сейчас я очень хорошо слышу эти все запахи эфирных масел. Уже, друзья, у меня три месяца как нет обоняния. По крайней мере, сейчас я эти запахи слышу хорошо, и оно повлияло на другие запахи. То есть вы выдохнули, и очень медленно вдыхаете каждый этот запах. Не просто глубокий вдох делаете, а очень слабый вдох. И перед этим мне большая задержка нужна. Вот. И попробуйте такую методику. Смотрите, какие я использую запахи. То есть чтобы вы видели, да? У меня вот конкретно есть свои личные запахи, которые я подобрал, которые мне лично нравятся. И еще есть определенные рекомендации ученых, какие вам нужно купить запахи. То есть это у меня вот лимон. У меня это сосна. У меня это мандарин. У меня это эвкалипт, гвоздика, розмарин. И пихта. То есть я взял сосновые запахи. Сосновые запахи можете просто по желанию. Но запахи должны быть сильными. То есть, например, такие как гвоздика. Вы просто помните этот запах хорошо. И вы должны брать именно гвоздику. Это очень сильный запах, который вызывает ваши определенные воспоминания. Вы можете взять еще больше запаха. То есть это те, которые мне захотелось. Да? Вот цитрусовый, мандарин, лимон. И это те, которые рекомендуют ученые. Нет никакого подтверждения научного, что этот метод работает. Поэтому я проверил на себе. Дождался 4 недели. Я мог бы раньше записать это видео, но мне нужно было проверить на себе, чтобы это была практическая информация. Если хотите, расширяйте как можно больше этих запахов и тренируйтесь. Смотрите, я должен вас предупредить, что вам не нужно слишком много этих запахов покупать. Потому что эфирные масла, они влияют на вашу психику. Они влияют на ваш организм. Например, сосна, если вы дышите сосной, то она еще влияет, она как противовирусное, противобактериальное средство. То есть, когда вы дышите эфирными маслами сосны, вы конкретно еще делаете профилактику всяких заболеваний, там, вирусов и так далее, и тому подобное. Некоторые препараты могут возбуждать вашу психику. Некоторые могут эфирные масла, наоборот, успокаивать. То есть, вы можете подобрать какой-то под себя какой-то определенный набор запахов. И, возможно, нужно какие-то делать утром, а какие-то вечером. То есть, утром, возможно, я бы порекомендовал взять вам запахи, которые все-таки возбуждают немного, да, психику. А вечером, которые тормозят, да, то есть, например, там сосна, она успокаивающий запах имеет. Теперь, друзья, смотрите, по поводу кофе, да, у меня, я очень люблю кофе, я каждый день пью кофе, но до этого эксперимента я практически не слышал запах кофе полностью. Вернее, я слышал его, но он был искаженный настолько, что это было не узнать, что это кофе вообще. То есть, каждое утро, когда ты пьешь кофе, нет запаха кофе. И так три месяца, друзья. То есть, я просто очень жизнерадостный такой, позитивный человек по натуре. Я как бы не унывал все равно все это время, был на каком-то позитиве, но решил действовать. И я хочу вернуть именно запах кофе себе. Я его вернул не полностью за это время. То есть, я не хочу вам пообещать каких-то нереальных вещей, которые с вами не произойдет. Но сдало гораздо лучше. По крайней мере, я теперь замечаю, что рядом есть где-то кофе. Я слышу эти нотки кофе, но не полностью, но уже довольно хорошо. И это для меня уже сдвиг. По крайней мере, я не хочу год ходить без воняния. По крайней мере, я слышу уже много запахов. Так вот, моя идея была следующим. Я попытался разобраться в химическом составе запаха кофе. Из чего вообще состоит кофе? Я думал, что это довольно просто. Что там, кофе и все. Но когда я начал следовать, оказалось, что около 600 компонентов запаха кофе находится. 600 компонентов, друзья. Это огромное количество. Что, оказывается, существует целый сомелье, который определяет запах кофе. И это очень сложный по составу запах. Поэтому, наверное, такое нарушение идет с кофе. Действительно, организм вернуть эту способность считать кофе может не получиться вообще, в принципе, у вас. Но я надеюсь, что все-таки все вернется и все будет хорошо. В одном из источников я нашел, что в запахе кофе содержится очень много запаха ацетона. То есть ацетон, как для меня, ну это было неожиданно. Как может быть запахи кофе ацетон? Но я проверил на себе эту теорию тоже. Возможно, там и нет этого запаха. Я не знаю. Это нужно еще проверять. Но я все равно еще взял, добавил свой вот этот список тренировок, список запахов, добавил ацетон. Обычный вот ацетон, который вот у меня жена там берет и ногти, да, там иногда там учащает. Так вот, вот этот ацетон я тоже добавляю себе и не нужно делать много им дышать. То есть 1-3 вдоха. И так каждыми эфирными маслами, которые он сказал, 1-3 вдоха. Я делаю обычно 3 вдоха, слабых вот таких. И я начал тренироваться на ацетоне. Так, друзья, я когда начал дышать ацетоном первый раз, вот эти первые вдохи делал, я вообще не слышал его запаха. То есть для меня открытие, что оказалось, я даже такой сильный запах не слышу полностью. После того, как я начал тренироваться, я хорошо теперь слышу запах ацетона, конкретно слышу этот запах. И что, друзья, получилось? Я начал слышать запах кофе, частично хотя бы. Возможно, повлиял ацетон, возможно, повлияли все эти тренировки. Я не могу теперь это выделить, потому что я не знаю, я все вместе это делал. Но, если будете тоже использовать мою методику ацетоном, я думаю, вы понимаете, что не нужно злоупотреблять. То есть, друзья, не надо тут наркоманию устраивать. То есть 1-3 вдоха, возможно, 1-2 раза в день больше не нужно. Я провожу эту тренировку 1, иногда 2 раза, иногда 3 раза. То есть обычно это 2 раза в день. И, как я сказал, выбирайте ночное и дневное время, чтобы не влиять слишком на свою психику. На этом все. Я надеюсь, у вас тоже все получится, как у меня. Постепенно вы будете возвращать себе обоняние. Друзья, надо потрудиться, надо поработать над этим. И я вам передал лично свой опыт. Если есть какие-то у вас еще вопросы, задавайте мне под этим видео. То есть это не выдумано, не прочитано, нет нигде информации. Сколько бы я мониторил конкретного решения этой проблемы? Нет. То есть поэтому послушайте мою практическую рекомендацию от себя, это лично, от всего сердца. Я вот советую вам это попробовать. Потому что хорошо понимаешь, с чем вы столкнулись. И это не очень, конечно, весело. Вот. Но я надеюсь, все будет хорошо с вами. Обоняние вернется. Вы будете дышать по утрам этим запахом кофе, как раньше все было. И чувствовать эти запахи вокруг. Потому что теперь это ценишь совсем по-другому. Казалось бы, всего лишь обоняние, да? Но насколько сильно зависит это от этого наше настроение и вообще восприятие мира. Друзья, на этом все. Увидимся в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok